Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракеляна, и вы ни в коем случае сейчас не догадаетесь, с кем я снимаю свое новое видео. Вот я думаю, вообще никто сейчас не догадался. В общем, Ариночка, всем привет! Сегодня мы решили попробовать снять мою новую рубрику, и первым гостем становится Арина. Сейчас я вам объясню все правила, и я думаю, вообще по ходу ролика вы все поймете. Смотрите, у нас есть по 10 карточек. Мы их написали, как только встретились в этой прекрасной студии, и там написано 10 фактов о нас. У Арины 10 фактов о ней, у меня 10 фактов о себе. И суть в том, что мы по очереди будем рассказывать по одному факту о себе, и по 5 фактов о нас. Они неправдивые, и наша цель угадать, и тем самым мы еще будем узнавать новую информацию друг о друге. А если кто-то из нас не угадает, то у нас есть вот такая вот секретная стопочка тоже из 10 заданий. Там может быть какие-то неловкие вопросы, что-то съесть, что-то выпить. Поэтому мы надеемся, что вам понравится это видео. Я в предвкушении, друзья, я не знаю, что будет, особенно, когда дело дойдет до наказания. Да, наказание, мне кажется, это еще и твоя фишка, там всякие наказания задания. Поэтому я недавно списывалась с Ариной, говорю, Арина, ты не боишься наказания? Говорит, у меня вообще все. Безрочно ты же делай. Так что, я думаю, мы можем начинать. Не забывайте подписываться на наши каналы по ссылочке ниже в описании, ставить лайк под этим видео и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать премьеры. Но мы надеемся, что вам понравится это видео. Если же вы оцените эту рубрику и вам оно понравится, напишите об этом в комментариях. Я буду снимать подобные видео чаще. Ну а мы можем начинать. Поехали! Итак, что ж, на суефа посмотрим, кто первый. Суефа, суефа. Да, ты первая получилась, да? Да, я первая? Ну давай, давай. Хорошо, поехали. Итак, Кареночка, первый факт. В детстве у меня были голубые глаза, но потом они потемнели. Слушай, мне кажется, что нет. Такое возможно вообще? Нет, не интересно. Блин, вот это загадка, конечно. Я не знаю. Вы как думаете, кстати, тоже пишите в комментариях? Да. Если вы думаете, что глаза могут менять цвет, напишите в комментариях. Я думаю, что нет. Мне кажется, что этот факт ложный. Это правда. Все, ну естественно. Кстати, у меня, по-моему, была подруга, у которой со временем поменялся цвет глаз. Такое возможно, но в детстве, когда ребенок еще прям маленький-маленький. У него только в организме там перестройки всякие. У меня где-то до года, может до двух лет были голубые глаза, но потом они стали темнеть. Это странно, на самом деле. Вот, ну что же, теперь я... Ты наказание, а теперь у тебя... А, ты же, я же угадала. Я не угадала, ты сказала, что это правда. Я не думала, что проиграю с первого же задания и не угадаю, поэтому у меня есть помощник, который вот так вот здесь сейчас вытянет все 10 заданий. Я выберу одно, и так. Облизни палец сексуально. Слушай, надо было даже... Слово, умею не досталось, я так не умею. Я думаю, что умею, Арина. Ну давай. Это считается сексуально. Извините! Это считается сексуально. Я думаю, сейчас подключились парочку... Ну, ладно, я хотела пошли про битофил. Окей. Кстати, у нас всего только 10 наказаний. Если вдруг кто-то из нас не угадает больше раз, то мы придумаем еще что-нибудь жесткое. Итак, давай, теперь я. Я теперь знаю, что у тебя менялся цвет глаз. Итак, я сплю только с открытыми шторами. Видишь, с подковыркой, тебе это откуда знать? Ну, я откуда знаю. Только на интуицию твою. Только с открытыми шторами? Я сейчас помню, там, все твои видео, где у тебя видна комната, у тебя вообще шторы или тюрьки. Просто у меня тюрьки, у меня нет штор. И тюрьки шторы. И тюрьки шторы тебе есть, да? Да, это тебе подсказка. Ага, спасибо. А, это сложно. Ну, мне кажется, что у тебя бывало, когда ты приезжала, допустим, поздно домой, и уже солнышко уже светило, и тебе хотелось поспать. Ну, ночью... Ой, ночью-то темно, а огнем-то темно. А, я не знаю, я очень долго рассуждаю. Хорошо, давай. Ну, в основном, всегда я сплю с открытыми или с закрытыми, вот как ты думаешь? С закрытыми, да. Да, ты угадала. Да! Я всегда сплю. Да потому что ты расскажешь все эти страшные истории, не представляю, как ты живешь вообще. В общем, да, я угадала. Ты угадала, я тренирую. Ну что же, теперь я, посмотрим. Я беру. Так, следующий факт. Я свободно разговариваю на французском. Ой, слушай, я знаю, что ты хорошо знаешь английский язык, что ты ездила куда-то, учила английский язык, а вот насчет французского языка это надо подумать. С русским у тебя звучит, но все нормально. Ну, можно поездить иногда. Ну, французский, ты вообще во Франции бывала, давай ну там. Да, в городах. Ага. Мне кажется, что это ложь. Да, это ложь. Французский язык, мне кажется, очень, во-первых, сложный выучить. Он не сложный, но я его просто не изучаю сейчас в школе, и до этого изучала три года. Ну, я не свободна, правда, да. С свободным жутным жутким жутким. Все, я поняла, я угадала, ну что же, теперь я. Вы, кстати, ребята, пишите, какие языки вы знаете, как у вас хорошо с английским языком. Будет очень интересно прочитать. Итак. Однажды мне приснился сон, что я разбилась на машине, и на следующий день в такси у нас ехала машина. Я думаю, это правда. Нет? Нет. Да блин! Просто я не правда. Я опять же полагаюсь, не знаю, почему-то мне так показалось, что это действительно может быть, потому что я знаю, что есть такие ситуации, когда людям это снится, вещи ясные, они сбываются в итоге. Сбываются. Это у меня было такое, да, но именно не с этой ситуацией. Поэтому ты вытягиваешь сейчас наканусь. Ладно, интереснее живем, так сказать. Кто же там? Что? А, фото! Я уже думала, что это за слово такое. Да, я, вот. Покажи фото, за которое тебе очень стыдно. Есть такое фото? Я посмотрю. У меня есть очень много стыдных фотографий. У меня тоже, у меня даже рубрика такая, ребята, я уверена, вы знаете, на канале. Я уже ролика три упускала, где показывала фотографии, за которые мне стыдно. Их дофига. Я надеялась, что... Когда я придумала эти наказания, я надеялась, что мне тоже это попадется, чтобы вам рассказать. Вот. Какая красота, ребята. Я снимала видео, короче. Я собиралась, значит, с ней потом погулять, и она мне пишет, ты выходишь? Я такая, да. Я написала, это очень жизненно, у меня так всегда. То есть мне говорят, Карин, ты собрана? Это я была еще, погоди, я... Я такая, с кровати хотя бы встану, и то нормально будет. И сегодня Карина звонила два раза и не отвечала, и я была в это время. Я думала, что... Я такая, блин, надо ответить. Я думала, что Арина проспала и что мы все-таки не снимем это видео, но ладно, все бы не здесь. Вышло. Итак, недавно меня спалили за просмотром сайта 18+. Я думаю, что это неправда. Это правда. Реально! Я учусь, кто на ней в Карин не смотрит такие сайтики. Нет, знаешь, это как вообще на самом деле произошло? Мы с моей подругой, когда встретились в кафешке, угорали и обсуждали всякие, знаешь, такие угарные моменты. Я зашла в интернет показать ей, короче, одну смешную движуху. Ну, в общем, там мы лично... Нет, мы там лично просто обсуждали, угорали, и там осталась вкладка. Я не помню, какая, но там прям очень смешно. Дослевали, помнишь? Видео! Паблики. Это очень смешно. Да, что-то... Я еще думаю, как Карина не могла посмотреть, что у нее там в монтаже, типа, там ссылка осталась. Вот именно, я так проглядела. Блондинка играет в догонялки. Я думала, в воробь. Да, нифига, Карина там развлекается, молодец. А мне, причем, даже не было стыдно за то, что ну, слили и слили. Как бы, какая им разница, может быть, я не смотрела, может быть, я реально зашла там ради чего-то, кому-то что-то показать. Так что, пускай все знают, что да, я этого не боюсь, и что действительно... Ой, ничего себе ты сложил, конечно. Красота вообще. Итак? Залей в сторис, что видосы в этом месяце выходить не будут. Но ты предупредила зрителя, что снимаешь, так что я думаю, что это не проблема будет. Ну ладно. В общем, друзья, сейчас наступает не самый простой период в моей жизни, так как сейчас будет поступление, учеба, ОГЭ, и поэтому я не буду, скорее всего, выпускать новые видео в ближайший месяц. Но зато готовим для вас новое шоу. Итак, Арина выложила историю, очень интересно посмотреть на реакцию подписчиков. Я, кстати, очень часто проигрывала и выполняла подобные задания, и большинство мне не верили. Следующий факт. Я жила в другой стране на протяжении трех месяцев. Мне кажется, что это правда. Правда? Это правда. Это неправда. Блин, ну как? Я всегда жила в России. Я знаю, что ты любишь путешествовать, может быть вполне реально, что ты бы могла на три месяца куда-то сгонять, это нормально. Так, я вытягиваю наказание. Я чувствую, что у нас сегодня очень быстро закончится. Вот это. Расскажи о своих недостатках. Ой, слушай, я даже не скрываю этого, и задание достаточно простое. Я очень вспыльчивый человек, например. Меня очень легко довести. И если меня кто-то доведет, то у меня очень часто бывают настолько сильнейшие нервные срывы, что я уже начинаю плакать, психовать. Это, наверное, первый недостаток. Второй недостаток. Я считаю, что я очень невнимательный человек. Я очень многое не замечаю, не обращаю на что-то внимания. Если я, например, посмотрю какой-то фильм и потом буду с кем-то его обсуждать, то половину того, что там произошло, я не вспомню. Я серьезно говорю. Ну и все остальные недостатки, я думаю, они присутствуют у каждого человека, потому что все мы не идеальны. И есть очень много вещей, которые мы, например, в себе не любим, в себе как-то хотим изменить, исправить. Поэтому все в наших руках, и переходим к следующему заданию. Итак, у меня есть еще одна родная сестра, которую я никому не показывала. Это жёстко! Я не знаю, мне кажется, это неправда. Да, это неправда. Ух, я как-то не знаю. Да, да, мне кажется, зрители сейчас тоже офигели, в смысле родная сестра. Еще одна, как это вообще, что? Итак, ты угадала, ну что ж, теперь ты. В детстве чуть не утонуло в море, но меня спас дельфин. Звучит, как сказка. Да, я очень много фильмов смотрела, где дельфины действительно спасали жизнь людям, но мне кажется, что это неправда. Ты уверена? Я уверена в этом, что это неправда. Это неправда. Да, ну а как это вообще возможно? Знаете, я действительно знаю историю, вот, по-моему, Олег Газманов в каком-то шоу рассказывал, что он в Черном море плавал ночью. И уплыл далеко, не смог выбраться, чуть ли не, ну то есть он уже погрузился под воду, и потом, ну как бы, потерять сознание и очутился на берегу. И он видит, как плывать дельфин. Итак, я угадала, ну что же, теперь я, следующий факт, я не умею плавать. Нет, я думаю, что это ложь. Да, это ложь. Я умею плавать. Потому что я вспомнила все фотки с бассейна от Карины, я бы потом не фоткала здесь, плавать не умела. Вот, и я и хотела сказать, что как раз-таки по мельчайшим деталям можно догадаться, что умею я плавать, со мне, например, вот, фотки с бассейна, как ты сказала, или какие-то видео я выкладывала там рядом бассейна, я не знаю. Мы их забудем, друзья. Да. Итак, следующее. Да, мы пошли быстренько прям. Я родилась со сломанным пальцем. Слушай, мне кажется, что это неправда. Неправда? Неправда, да. Потому что, ну, нельзя родиться, может быть, с чем-то сломанным, ну, я так думаю. Это правда. Можно что-то повредить, можно повредить что-то со временем, но чтобы родиться уже с переломом, мне кажется, что-то такое невозможно. Это правда. Все, я угадала. У меня на ноге, на безымянной, ты не угадала. Ты сказала, это не правда. Ааа. Я сказала, что это правда. Ааа, все, господи, я уже запуталась. Окей. Итак, я вытягиваю на Казани. Да, у меня реально на ноге сломаный палец. Нифига. Я оттываюсь уже с таким кривеньким. Нифига. И никто не знает, может, я, может, мне сломать броду из нас. Может быть, кстати, такое. Сними два элемента одежды, блядь. Я не знаю, что я выбираю. Итак, я сниму башмак. Башмак. И еще один башмак. Ага. Ну, это один элемент одежды обувь, это один элемент. Один элемент. А что мне нужно снять? Ну, давай. Колечко, хорошо. Я сниму колечко. Но это же не одежда, это аксессуар. Ну, ладно, я помолчу. Все, ладно, выполнила. Итак, следующее. Я боюсь выкидывать мусор. Я не знаю. Как ты думаешь? Это совершенно... Очень странный факт. Да. Мне кажется, это правда. Нет. Это не правда. Типа с подковыркой с такой. Не знаю. Мне кажется, что это вполне возможно. Что человек боится. Да. Я, например, всегда боюсь выходить ночью на улицу. Да, это вполне возможно. Типа, да. Мы боялись бомжей, не знаю. Но выкидывать мусор я не боюсь. Итак, вытягиваем, смотрим. Когда в последний раз целовалась? Сейчас подписчики сразу догадаются. Да, да, да. Ну что же? Ну, я могу там с помидорами. Ну, типа, прокачковать. Ну, можешь сказать. Да, может, с фруктом. Когда в последний раз я целовалась с фруктом, я это запечатлела сейчас. Честно, вспомню. А, ну, позавчера. Позавчера. Позавчера, то есть с фруктом. 10 марта. Давайте назовем человека, с кем целовалась Арина, фруктом. Пускай это будет пока что-то согреться. Сладкий фрукт, ребятки. Да, сладенький фруктик. Итак, теперь. У меня никогда не было кошки. Слушай, вот у меня точно никогда не было кошки. Насчет тебя я не знаю. Так, дай-ка подумать. Мне кажется, что кошка у тебя была. Дай-ка я повспоминаю от твоей истории. У тебя есть собака? Давай так. Значит, у тебя никогда не было кошки. Давай так. Думаешь? Думаю, да. То есть в детстве у меня не было кошки? Мне кажется, нет. Хорошо, ты права. Это такая логика. Если у человека есть собака, то у него точно никогда не было кошки. Ну, потому что есть либо любители собак, есть либо любители кошек. Это редко, когда они вместе с этой шестью. Да. Потому что я не люблю кошек вообще. Мне очень нравятся собаки. Я обожаю смотреть фильмы. Я не знаю. Ну вот. Вспомним все истории из авиапарка. В кино я бываю, но так, чтобы дома, знаешь, там, посмотреть фильм, чем-то заниматься. Вообще, как я к этому отношусь? Ну, вот. Я думаю, с парнем тебе было бессмысленно дома смотреть фильмы. Ну, как бы, мы все взрослые люди. Нормально. Ты такой прямой намек, знаешь? Да нет, нет, я ни на что не намекаю. Я думаю, что нет, ты не любишь смотреть фильмы. Да, ты угадала. Я ненавижу фильмы, и если я иду куда-то в кино, то это только тогда, когда у меня есть настроение, значит, прям посмотреть фильм. Ну, да. Ну, то есть кинотеатр, это как-то атмосфера. Ты можешь купить купкорн. Да. Можете посмотреть там как-то на большом экране, там, на все взглянуть. Там это по-другому прям своя атмосфера дома, чтобы посмотреть кино. Не, я вот прям терпеть не могу. А чем вот ты дома занимаешься? Дома я люблю заполнять ежедневники, снимаю видео, там, смотрю YouTube, но явно не кино. Знаешь, мне какие-то фильмы готовлю, там, сижу в телефоне, но явно вот, чтобы сесть и смотреть фильм два часа, нет, это не могу. Знаешь, на фон включить и не смотреть его, просто пусть играют, там, чтобы атмосферы добавить, вот это нормально. Следующий факт такой. Так, это вот. Я никогда не смотрела «Один дома» к фильмам, кстати. Мне кажется, это правда. Нет. Стоп. Ну, слушай, «Один дома» я сама только его в этом новом году посмотрела, понимаешь? Мне кажется, что ты смотрела, и это неправда. Это правда. Я никогда не смотрела «Один дома». Никогда! Какие? Никогда. Ну, как бы это знаешь, типа, ну, не удивительно. Знаешь, я могла посмотреть его там, ну, в плане прям маленький кадр там по телевизору, когда он шел, но прямомогоднее время. Да, да. Ну, чтобы полностью смотреть, я не смотрела ни одну часть. Итак, теперь я. Я веду YouTube-канал с 12 лет. Кажется, раньше. Ты думаешь? Да, это неправда. Это правда. Правда? Я с 12 лет ровно веду. С 12 лет, пофиг. Я смотрела твое видео, где ты читала, открывала коробку с старыми вещами, там был дневник. И ты рассказывала, что, типа, вот в то время ты начала снимать видео. Да, да. Да, я просто подумала, что в этом возрасте, лет в 11, допустим, здесь какая-нибудь там подлога, по-моему, есть. Нет, в 12 лет я ровно начала снимать. Причем, изначально я снимала, но это было ничтово, потому что я не выкладывала это на YouTube. Знаешь, просто там снимала что-то для себя, там никуда не выкладывала. Я изначально увлекалась съемками, я на планшетах, знаешь, обзор моей квартиры. Потому что смотрела на YouTube, но не выкладывала. Потом такая, блин, оказывается, можно это делать. И все, я начала выкладывать. То же самое. Итак, задание. Ой, съешь только лимона. Я люблю лимон. Любишь лимон? Я люблю лимон. Ты любишь лимон? Я, да. Ну, я люблю, знаешь, что такое кисленькое, ни в кое. А у меня уже свело вот чили, знаете, когда их свело. У меня тоже уже прям кисло-кисло. Ладно, давайте раз, два, три. Сильно кислый? Я обожаю вообще кислые. У меня же это все сводит. Как тебе? Кисленький. Как будто ты даже соленый, знаешь, типа настолько кислый. Поняла. Я не умею плавать. А, у тебя такой же факт, как у меня. Блин, мне кажется, что это неправда. Ты умеешь плавать. Ну, мы же. Я думаю, да, все сейчас умеют плавать. Ну, я не помню насчет фотографий из бассейна, конечно, из тебя. Я, мне кажется, что нет. Ты умеешь плавать. Я умею плавать. Ну, да, это тоже супер. Короче, я уже плавала всегда. Но недавно я уже такой вот научилась. Ну, то есть, знаешь, там проплыть куда-то, понимаешь, бассейн не купаться, просто стоять там куда-нибудь, пройтись, если есть дом бассейна. Так, человек, если вы видели бассейн и без знаний. Да, кстати. Нет, ну где-то твои ноги прям на, не достаю. Так, теперь я. Я занималась танцами. У меня в голове все архивы старых фотографий. Да, у меня точно так же. Я думаю, что это неправда. Или правда. Ну, думай. Да? Я думаю, что это правда. Ладно. Что я не занималась танцами? Что я занималась танцами. anteriormente. Я занималась танцами, это правда. Ты с этим согласна. Да. Да. Да, это было танцами. Я занималась танцами, да, ты молодец. А ты какими? Я ходила на хип-хоп. Не знаю, можно ли еще назвать танцами тверд. Ходила на тверд. Но там, ты знаешь, не только тверд. Там еще работают все мышцы, ты еще. Руки развиты. Да, это жестко. Не только жопой трясти, а вообще все. Да, на самом деле стиль танца. Ходила еще на степа и робику. Это где, короче, ставят такой степ, и ты просто с ним как-то танцуешь, тоже фигня. Прикольно. Но я ходила на много всяких видов, но чтобы этим увлекаться и не забывать, такого не было. Нет, ну да, давно. На тверк ходила вот года два назад, в последний раз. А на танцы, я не знаю, ну, года четыре, может, боже мой. Я начала петь с десяти месяцев. Мне кажется, что это правда. Ты поешь прям прям вот с маленького-маленького возраста. Слушай, я не знаю. Нет, давай неправда. И не с десяти месяцев. Ну, бывают дети, которые прям восемь месяцев начинают разговаривать, уже что-то поют, им нравятся песни, у них к этому тяга. Не знаю, это ли ты имела в виду. Мне кажется, нет. Неправда? Нет. Это правда. И когда у меня было здесь десять месяцев, я еще не могла нормально ходить. Я, короче, карабкалась вот так. Ну, в плане, держалась, опиралась на стену. И спела песню группы «Фабрика». Ай-лю-ли-ма, ай-лю-ли-ли. С моим папой. Все очень ждали фотографию с моим папой. Она набрала больше трехсот тысяч лайков. Кстати, ребят, если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Вот прям сто процентов подпишитесь. В общем, пранк над мамой и фотка с папой. Последний листочек. У меня никогда не было переломов. Да, это правда. Это правда. Да. Я никогда себе ничего не ломала. Я помню этот факт. Я помню, что ты где-то говорила об этом. Да, я вообще себе никогда ничего не ломала. И это супер круто, я считаю. Фу-фу-фу. Ну, конечно, лишь бы не сглазить. Так, последний твой листочек. Последний факт. Вся моя семья из Москвы, но я родилась в другом городе. Ага. Мне кажется, что это правда. Это неправда. Блин. И, ребят, мне кажется, Арина знает меня больше. Это мы по сегодняшнему ролику выяснили. Итак, наказание. Да, мы все разделились в Илькутске. Осталось два наказания, я выбираю вот это. Расскажи, как ты впервые попробовала сигареты? Блин. Под конец. Интересно. Не очень крутое. Вы знаете, ну, естественно, это произошло в Челябинске. И это было лет в 13. Да, вот прям в 13 лет я была еще ребенком. Но многие думали, даже жена моего дяди, что я попробовала сигареты лет в 10, в 9. Прям я была хулиганкой. Я любила там, я не знаю, везде лазить. И все думали, что я уже давным-давно попробовала. Но нет, я попробовала в 13 лет. И это произошло за школой, во время перемены, ближе к летним каникулам. Когда каждую перемену все старшеклассники выходили за школу курить. Я просто пошла со своей подругой, как бы просто пройтись около школы. Меня там встретили мои друзья, которые, естественно, курили. А я общаюсь очень часто. Я общалась на то время с людьми, которые старше меня. И мне такие, блин, Карин, попробуй. Еще начали объяснять мне, как это делается в затяг, не в затяг. Естественно, я начала кашлять. И до сих пор я ненавижу сигареты. Я прям не воспринимаю вот эти вот, блин, фу. Знаешь, вот эта вся вонь, пахнут пальцы. Тебя пасет постоянно сигаретами электронной. Еще нормально, ладно, может быть. Но так, чтобы курить сигареты, такого не было. Я попробовала. Я прям помню, мне говорят, пробуй в затяг. И пытаются вот так все затянуть. Я понимаю, что все, у меня прям кружится голова, мне плохо. Я кашляла, я кашляла просто полчаса. Я не пошла на половину урока. Это прям был треш, такая захватывающая история. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наши каналы. И пишите ниже в комментариях, с кем вы хотите, чтобы я сняла вторую часть этого же ролика. И понравилась ли вам вообще эта рубрика, если я буду пробовать. Мне кажется, было очень интересно. Было очень интересно, да. Поэтому спасибо вам огромное за просмотр. Мы с вами проезжаемся. Пока-пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok